Поднимание ног вверх каждый день может иметь положительное воздействие на ваше здоровье, но важно понимать, что оно не является универсальным лекарством от всех болезней. Включение упражнений поднимания ног в ежедневную рутину может помочь укрепить мышцы ног, улучшить кровообращение и уменьшить отечность. Это особенно полезно для людей, которые ведут сидячий образ жизни или имеют проблемы с ногами. Вот как правильно поднимать ноги, подготовьте место. Найдите удобное место, где вы можете лечь или сесть комфортно. Это может быть кровать, диван или стул. Лежа на спине, лечь на спину и положите подушку или скрученное одеяло под ноги. Поднимите ноги, чтобы они были выше уровня сердца. Например, положите ноги на стену или на подставку. Сидя, если вы сидите, то сядьте на стул или кресло и положите ноги на подставку так, чтобы они были выше уровня сердца. Для скоротечного облегчения, если ваши ноги отекли или болят, вы можете просто лечь на пол и поднять ноги, опирая их о стену, держа их вверх в течение 15-20 минут. Расслабьтесь. Когда ваши ноги подняты, попробуйте расслабиться и отдохнуть. Это может быть особенно полезно после долгого периода стояния или сидения. Повторяйте по мере необходимости, вы можете повторять это упражнение несколько раз в день, особенно если у вас часто возникают отеки или боли в ногах. Помните, что поднимание ног – это всего лишь один из способов облегчения отечности и улучшения кровообращения. Если у вас есть хронические проблемы с отеками или ногами, или если симптомы ухудшаются, обязательно обсудите их с врачом. Однако для поддержания здоровья необходим комплексный подход, включающий в себя правильное питание, активный образ жизни, регулярные медицинские осмотры, и другие заботы о своем теле и духе. При возникновении конкретных заболеваний или проблем со здоровьем, важно консультироваться с врачом и следовать его рекомендациям. Перед тем как перейдем к подниманию ног при варикозе хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят, целых 70% зрителей, прошу тех кто не подписан на канал, но смотрят его поддержать работу команды подписаться и нажать на колокольчик, сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в и подписаны. Заранее спасибо и приятного просмотра. Поднимание ног при варикозе может быть полезным, так как это может помочь улучшить кровообращение и снизить отечность. Варикозные вены часто возникают из-за недостаточности венозных клапанов, что затрудняет обратный поток крови к сердцу. Поднимание ног может помочь преодолеть гравитацию и способствовать лучшему оттоку крови из ног. Вот несколько советов по подниманию ног при варикозе. Лежа на спине. Лягте на спину и поднимите ноги, опираясь их на стену. Держите ноги вверх, в течение 15-20 минут. Это можно делать несколько раз в течение дня. Использование подушек. Положите подушки под ноги, чтобы поднять их выше уровня сердца во время сна. Это может помочь уменьшить отечность и улучшить кровообращение. Компрессионные чулки. Используйте компрессионные чулки или колготки для улучшения циркуляции и предотвращения отеков. Физическая активность. Регулярные умеренные физические упражнения, такие как ходьба, могут помочь укрепить вены и улучшить кровообращение. Избегание длительного стояния или сидения. Постарайтесь избегать длительных периодов стояния или сидения, так как это может ухудшить симптомы. Контроль веса. Поддерживайте здоровый вес, так как избыточный вес может увеличить нагрузку на вены. Следите за обувью. Избегайте носки тесной обуви, что может затруднить кровообращение. Важно отметить, что эти рекомендации, могут быть полезными в управлении симптомами варикоза, но не заменяют консультацию с врачом. Если у вас есть проблемы с варикозными венами, обсудите ситуацию с врачом для получения наилучших рекомендаций и лечения. Прослабить мышцы и повысить уровень энергии. За счет поднятых ног происходит потяжка бедренных, поясничных, тазовых сухожилий и мышц. Кроме того, укрепляются мышцы, поддерживающие позвоночник. Улучшить работу лимфатической системы. Упражнение позволяет избавиться от излишков тканевой жидкости, то есть застоя лимфы. Нарушение лимфоатока нельзя исправить с помощью эластичных бинтов и специальных колготок, но можно благодаря простому упражнению. При недостаточном лимфоатоке в организме скапливаются токсины и вредные микробы, может развиться лимфотоксикоз. Заниматься можно в том случае, если у вас периодически отекают обе ноги, а если только одна, тогда нужно незамедлительно обратиться к врачу. Улучшить работу сердца, если ноги подвергаются постоянной нагрузке, тогда к ним проступает значительный объем крови, то есть сердце работает на полную мощность. А если находиться в положении лежа и с поднятыми вверх ногами, то удастся расслабить сердечную мышцу. Особенно заниматься полезно тем, кто часто страдает от головных болей и повышенного давления. Противопоказаниями к упражнению являются только аритмией и сердечная недостаточность. Успокоить нервную систему и восстановить функции головного мозга, благодаря поднятым вверх ногам к мозгу, поступает больше крови и кислорода. Это позволяет избавиться от головной боли, бессонницы и нервного перенапряжения. Заниматься нельзя только тем, у кого повышенное внутричерепное давление. Улучшить состояние кожи и волос, регулярные занятия улучшают кровоток и обменные процессы. Благодаря этому кожа станет более эластичной, а волосы прочными. Улучшить функцию щитовидной железы. В хорошем кровотоке нуждаются абсолютно все железы нашего организма. Регулярные занятия позволят нормализовать кровообращение в области шеи, а ведь именно там находится щитовидная железа, которая часто страдает из-за стрессов. Гимнастика помогает избавиться от усталости, сонливости, апатии и прочих неприятных симптомов, возникающих из-за нарушения работы щитовидки. При учащенном пульсе, либо повышенном уровне гормонов щитовидной железы, заниматься нельзя. Избавление от отеков может зависеть от причины и местоположения отека. Отеки могут возникать из-за множества факторов, таких как недостаточное кровообращение, задержка жидкости в тканях, воспаление или медицинские состояния. Пить достаточное количество воды, парадоксально, недостаточное потребление воды также может привести к отекам. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды в течение дня. Лечение основного заболевания, если отеки вызваны медицинскими состояниями, такими как сердечная недостаточность, хроническая венозная недостаточность или другие заболевания, то лечение основной причины, может помочь управлять отеками. Медицинские препараты. В некоторых случаях врачи могут назначить диуретики, препараты, усиливающие выведение жидкости. Для управления отеками. Почему отекают ноги при беременности? Отекание ног при беременности может быть вызвано, несколькими факторами, увеличение объема крови. Во время беременности женщине требуется больше крови для обеспечения плода кислородом и питательными веществами. Это может привести к увеличению объема крови и кровеносных жидкостей, что может вызвать отеки. Повышение уровня гормонов. В течение беременности происходит изменение уровня гормонов, включая прогестероны и эстрогены. Эти гормоны могут способствовать задержке жидкости в организме и увеличению объема сосудистой жидкости, что также может вызвать отеки. Давление на венозную систему, увеличение размеров матки во время беременности, может оказывать давление на венозную систему, что затрудняет возвращение крови из нижних конечностей в сердце. Это также может способствовать отекам. Задержка жидкости. Во время беременности организм женщины может задерживать больше жидкости, что может привести к отекам. Жатие мочеточников. Увеличение размеров матки может сжимать мочеточники, что затрудняет выведение избыточной жидкости из организма. Сидячий образ жизни, некоторые женщины, из, за дискомфорта или ограничений, становятся менее активными во время беременности, что может способствовать задержке жидкости и отекам. Предрасположенность. Некоторые женщины, могут быть более предрасположены к отекам, во время беременности из, за генетических факторов или предыдущих медицинских проблем. Обычно небольшие отеки ног во время беременности, считаются нормальными. Однако если отеки сильные, сопровождаются болями, высоким артериальным давлением или другими необычными симптомами, важно обратиться к врачу, так как это может быть признаком, более серьезных медицинских проблем, таких как преэклампсия или гистационный сахарный диабет. Важно обратиться к врачу, для точного диагноза и разработки наилучшего плана лечения, особенно если отеки становятся хронической проблемой или сопровождаются другими симптомами. Отеки могут быть признаком, серьезных медицинских проблем, и их надо внимательно исследовать. Помните, что эффективные упражнения и методы для поддержания здоровья, могут различаться для каждого человека, и важно учитывать свои индивидуальные потребности и ограничения. Если у вас нет определенных медицинских рекомендаций для поднятия ног, обратитесь к физиотерапевту или инструктору по физической активности, чтобы разработать наилучшую для вас программу упражнений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...